Бытует мнение, что техника кжельской росписи давно устарела. Однако молодые мастера идут в ногу со временем. Традиционный стиль дополняют модными идеями. В итоге получается, например, вот такой стильный аксессуар для смартфона. Кжельские умельцы стараются быть современными, учитывать все желания потребителей и сделали вот такую очаровательную подставочку для телефона. Конечно, мышка не даст телефону упасть, ну и волшебный кот, конечно же, будет охранять его. Ну и в основе этого изделия, конечно же, классическая кжельская роза. Кжельский промысел достиг своего пика развития в конце 18 века. Это изделие традиционного русского искусства из фарфора с ручной росписью. В технике кжель создавали даже картины. Мелкой майоликовой пластикой на фарфоровой тарелке или листе изображали сцены повседневной жизни, пейзажи и крестьянские дома. Мы сюда пришли, внучка учится в школе, чтобы развивалась, узнавала новое. Первый раз услышала, что оказывается сначала черная окраска, а потом, когда уже ее покрывают, как называется это, она становится синенькая, даже не знала. И действительно, в сыром виде изделия отличаются от конечного результата. Все детали изготавливаются способом литья. В форму заливается масса белой глины, шликер, после чего сувенир отдают на обработку. Вот это сформированное изделие называется бисквит, но он и похож на бисквит. Подсушивается изделие и передается уже художнику на роспись. Роспись осуществляется кобальтом, краситель кобальта, вот такого черного цвета. И только в результате температурного обжига, температура обжига очень большая, 1100 градусов, кобальт переходит вот такой в ярко-синий цвет. Экспозиция будет работать до конца лета. Создать свой собственный сувенир смогут и посетители музея. В августе на выставке стартуют мастер-классы по кжельской росписи. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион.